всем привет сегодня хотел снять показать небольшое видео по поводу доработки и фиксации шпинделя моей верхней головки доработка заключалась в защитном кожухе то есть предыдущем видео я говорил что собираюсь защитить этот шкив защититься от него вот ну в общем растягивать не будем сделай такую простенькую конструкцию значит фанерный лист вокруг сделал из оргстекла такие вот бортики ну и значит функционал этой крышки заключается в чем во первых она естественно ой звонят во первых она закрывает защищает от попадания в вращении в каких-то посторонних предметов пальцев там прочее вот но это можно найти первостепенный но еще есть второстепенная ее функция значит когда у меня была головка подключена как положено то есть на заводской лад из шпинделя привод осуществлялся да все как было как бы правильно для того чтобы затянуть гайку на танковом патроне мне достаточно было рычагами выставить нижнюю передачу самую-самую нишу самую медленную передачу вот этого усилия мне было достаточно для того чтобы затянуть патрон то есть я вот так рывочком ключом еще такой ключик ты вот он таким вот макаром он затягивается вот затем значит я переделал привод получилось что у меня вращение стало очень легким вращать я могу пальцами и как бы никакой нагрузки это не не дает затянуть от невозможно пока у меня не было в этой крышке я брался одной рукой брался за шкив другой рукой брался за гайку и затягиваю ее просто вот теперь у меня получается ситуация такая раз я эту этот шкив закрываю но и опять же держа рукой за шкив затягивать было неудобно потому что постоянно норовили норовила зажать пальцы между ремнем и шкивом здесь вот но неудобно но действительно не сподручно был вариант придумать ключ там типа как от болгарки до такой вот спинами но согласен есть вариант но это нужен дополнительный ключ то есть у меня в одной руке должен быть один ключ в другой руке должен быть другой ключ одним ключом я должен попасть сюда вторым затянуть все это должно ну как бы не так закрытыми глазами все это дело все должно это должны были какие-то силы и внимание уделяться вот поэтому тоже был неудобно а тут еще поставил крышку и получается то что вообще я доступ к этому шкиву потерял вот и как-то его фиксировать вот то есть была задача найти способ его как его фиксировать предыдущем видео я говорил то что я планирую сделать вставку металлическую в ней внутри выстроить отверстие точная да с разверточкой и шлифованный штифтик на пружинке нажимать и чтобы он вставлялся в шкив сделать глухое отверстие в шкиве и чтобы углублялся вот но тут мне как бы показалось трудоемким это во первых во вторых я еще продумал такой момент если я сделаю штифтик на этой стороне то есть получается при затяжке или при раскручивании вся нагрузка ложится на эту фанерку если делать штифт здесь на этой стороне то при затягивании шпинделя до превращения вот в эту сторону то все как бы вроде нормально то есть нагрузка вращение дает нагрузку вот сюда вот на этот болт здесь получается фанерка упирается вот в этот уголок вот но тогда при раскручивании всей этой конструкции при раскручивании вернее вот этой гайки вот за тот же самый штифт всю эту конструкцию будет стремиться вырвать вот в эту сторону уже не уголок она будет упираться наоборот ее отработать подолка будет таким образом чтобы это все дело уравновесить нужно было делать второй штифт вот здесь и одним пользоваться вот этим для затяжки вот этой гайки а другим для наоборот раскручивания этой гайки вот что тоже опять же было неудобно это надо запомнить какую гайку в какой штифт какой момент нажимать вот и либо делать какое-то устройство которое эти штифты нажимала бы одновременно в общем я как правило не как правило начал делать эту защиту и уже на ходу придумал вот такую конструкцию значит в крышке я сделал вот эти два болтика это болты не под шестигранник обычный стандартный болт и я нарезал телефон никак не успокоится я нарезал резьбу вот в этой фанере прошел на 10 метчиком первым номером чтобы плотно все это дело вкручивалась фанера на 15 миллиметров точно вот нарезалась бум вот эти болтики подогнал проточил их до я сейчас не помню вам 6 миллиметров диаметр вот этих концевичков вот они вот их видно то что они во всю толщину фанеры и у них идет но основной диаметр на 10 и шестерочки только вот эти пипки торчат и значит сделал такую вот откидную крышечку она у меня на пружинке и упираются она вот в эту планку здесь планка прикручена прикручена на штатные места в голову в голову в эти отверстия крепилась крышка когда шестерни стояли карболитовая вот сделал такую небольшую планочку вот получается так все это дело выглядит и когда мне нужно зафиксировать шпиндель я что делаю я приоткрываю вот эту крышку и у меня голова получает возможность опуститься ниже вот этот упор вот она опускается я просто шпинделем ловлю оп вот я поймал нужно все шпиндель зафиксирован я его никуда в этот момент я зажимаю отпускаю что мне нужно то я делаю этот шпиндель вот потом я чуть-чуть приподнимаю если натянуть вот эту пружину сильнее то убирая руку с фанерки она сама будет вот так отщелкиваться повторяем зафиксировали по трассе и все он спиндель вращается еще раз чик не вращается вот здесь значит что но единственное что я здесь доделал сейчас попробую так показать это в шкиве сделал углубление под входы этих вот моих штифтов так называемых крышечка открывается но пока даже не придумывался для чего ее открывать но просто было возможно сделать и открывающий сделал здесь вот такая элементарная конструкция отпустили у нас вращается только у меня отключен теперь нам нужно поменять призу все мы поймали берем ключик так это я затягиваю крючек откручиваем гайку меняем фрезу или цангу которую нам нужно обратно и вставляем заворачиваем крышка у нас но сейчас у меня пружинка слабенькая она держится сама когда пружинка тоже начал когда руку берешь затянули ручку подняли все можно пользоваться вот такая вот конструкция простенькая достаточно в принципе функционально всего всем спасибо всем пока